Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы сегодня продолжаем после небольшого перерыва наш замечательный курс «Учим Мишно вместе». И я напомню вам, поскольку последнее занятие было достаточно давно, нашу тему мы находимся в шестой главе, мы дошли до, кажется, второй Мишны. Так что мы повторим с вами вторую Мишну относительно того, какие благословения говорят на какой продукт. Ну давайте я... Что нам видно на экране? Наталья? Демонстрацию экрана, да? Так, сейчас мы что видим? То же самое, да? Ты сейчас демонстрируешь экран. Так, и на экране... Что там в этом лице? На экране Бордовский флаг. Так, а сейчас мы видим текст на русском языке? Да. Прекрасно. Так. Сейчас я минуточку освобожу место. Так, шестая глава, параграф 2. Давайте даже, наверное, параграф 1. О чем мы говорим? Какие благословения произносят над плодами, выросшими на дереве? Над плодами, выросшими на дереве говорят творящий плод дерева. Так, текст на иврите, барух ата хашем элу кейном эла хаулам. Это стандартное начало всех благословений. И в случае дерева говорим, борей при хаэтс. Так, кроме вина, потому что вино это особо важный продукт. Хоть вино не растет на дереве, вино делают из винограда. А виноград это плод дерева. Так. Мы с вами говорили о том, что имеется в виду именно сам плод. То есть, если мы едим виноград, мы говорим о благословении, как над другими плодами дерева. Вот, но относительно того, что сделано из винограда, здесь другое правило. Над вином говорят творящий плод виноградной лозы, боре при агафен. Иногда говорят при агафен. Так. Над плодами, выросшими на земле, имеется в виду, ну, например, овощи, говорят творящий плод земли, кроме хлеба. Хлеб, как мы знаем, не растет на земле, но хлеб плодит из зерна. Если мы едим каким-то образом приготовленные зерна, например, пшеницы, мы говорим благословение, как, например, на горох, капусту и так далее. Так. Но хлеб это особо важный продукт. Над хлебом говорят выращивающий хлеб из земли. И, окончание этого благословения, амуцилехем минха арец. Над зеленью, зелень, это имеется в виду именно зелень, а не овощи, говорят творящий плод земли, но есть отдельное мнение раби иуды, которое не вошло в Аллаху, то есть Аллаха установлена не в согласии с мнением раби иуды. Он считал, что надо говорить благословение, творящие разнообразные виды трав, имеется в виду именно съедобная трава, как, например, петрушка. Так, мы с вами это разобрали, и давайте еще раз я покажу вам табличку. Итак, у нас имеется всего-навсего шесть благословений, которые мы используем перед едой и питьем различных продуктов. Именно перед, так? Значит, благословения Шаколь, Шаколь не ебедворо, относятся, как мы сейчас увидим в следующей мишне, ко всему, к чему не относятся более частные благословения. Например, молоко, мясо, рыба и так далее. Ну, тут можно сказать, что если продукт так переработан, что структура его не сохранилась, ну, например, сок яблочный, сок, выжитый из яблок. Так, может быть, по вкусу и аромату он напоминает яблоки, да, но структура у него совсем другая. Так, или даже сок, ну, сок виноградный – это отдельный разговор. Пусть им яблочный сок. Мы говорим на него тоже, благословения Шаколь не ебедворо, как на все, к чему не относятся другие благословения. Теперь, если мы едим продукт, выросший на земле или в земле, так? Мы разбирали с вами, что значит вырос на земле и что значит вырос на дереве. Мы говорим благословение Бори прига дома. Так? Так, например, картошка, которая растет в земле, несмотря на то, что с точки зрения ботаники мы едим не, собственно, плод, а что? Корень, да? Корнеплод. Вот, но здесь слово при означает то, ради чего этот овощ выращивается, ну, это растение выращивается или даже то, ради чего Всевышний его сотворил. Так, картошку мы выращиваем ради корня, вот этот вот корень, клубень, он и является при, так? Бори прига дома, так? Теперь, ну, на всякий случай давайте повторим. Если соединение плода с землей остается из года в год, как, например, в случае яблони, да? Значит, корень, ствол, ветка, на ветке выросло яблоко, мы его сорвали, на следующий год выросло новое яблоко, да? Да? Это считается уже дерево. Если такого нет, например, как в случае клубники, да? Устик вырастает заново, сажают его или он вырастает из того же корня, но факт тот, что соединение плода с землей, да, также обновляется от сезона к сезону, это считается плодом земли. И благословение этой бори прига дома. Теперь, если имеется в виду именно дерево, так? Говорится благословение бори прига айц. Так? Дерево – это частный случай растения. Теперь, если это не просто дерево, а виноградная лоза, и из плодов ее, из винограда, мы выжили сок. И сам сок, и то, что делается из этого сока, например, вино, да? Точнее, не например, а именно вино, да? Требует особого благословения бори прига гефен, сотворивший плод виноградной лозы. Так? Это одна ветвь, одно направление, частный случай, того, что выросло на земле. Другой частный случай – это зерно. Точнее, зерно определенных знаков, злаков. Злаков этих ровно пять. Они перечисляются в книжках по Аллахе. Значит, особые злаки – это пшеница. В частном случае пшеницы считается рожь. Ячмень, в частном случае его считается овес. И еще полба, которая, по сути, является дикой пшеницей, не домашненной пшеницей. Вот, если из зерна этих злаков изготовлена мука, и из этой муки что-то сделано, испечено, сварено или даже сошарено, то значение вот такого зерна в нашей жизни достаточно велико. И на это установлено благословение Борей Миней Мезонот, создавшее разные виды пищи. Вот оно, благословение Мезонот, как частный случай того, что выросло на земле. Если, к тому же, мы из этой муки замесили нормальное тесто и испекли хлеб, я сейчас не буду определять, где проходят границы между хлебом и, допустим, сдобными изделиями, печеньем и так далее. Ну, все понимают, что такое хлеб, да? Берем обычный, стандартный хлеб, в хлебности которого никто сомневаться не будет, так? То, если человек собирается съесть хлеба достаточное количество, какое-то количество, сейчас на этом останавливаться не будем, вот, он должен сделать омовение рук и сказать благословение на это, а на сам хлеб он говорит благословение «Гамо ци лехем мин а аретс» «Извлекающий хлеб из земли». Благословение Всевышний, который сделал так, что хлеб произрастает из земли. Понятно, что произрастает не хлеб, а зерно, да? Но из зерна делается хлеб. То есть Всевышний устроил мир таким образом, что в нем есть злаки и есть зерно, и зерно это имеет такие свойства, что из него можно испечь хлеб. Так, вот у нас есть шесть благословений. Ну, давайте повторим вторую мешну, вот, и разберем третью, а потом я скажу несколько слов относительно вот этой таблицы, относительно этого рисуночка, к которому мы еще с вами вернемся. Так, первую мешну мы повторили, повторим вторую мешну. «Если над плодами дерева произнес благословение, творящий плод земли, свой долг исполнил. Но если над плодами земли произнес благословение, творящий плод дерева, свой долг не исполнил. А если над всеми ними произнес благословение, по слову которого возник, то все исполнил свой долг». Так, ну, давайте почитаем с вами оригинал. «Берах» благословил. «Аль» по поводу или «о чем-то», «про что-то» или «на». «Гаперот» – «на плоды». Мы с вами говорили, что это не обязательно именно плод ботанический. «Борей при адама» – имеется в виду благословение, благословенный Всевышний. Бог нашей Вселенной, создающий такие плоды, земли, так? Это благословение относится к чему? К овощам, так? Если он, скажем, по ошибке или даже просто по незнанию сказал это благословение над фруктами, над тем, что выросло на дереве, в этом случае, что про него сказано? Ятца. Ятца – это значит исполнил свой долг. над плодами земли, например, морковкой, сказал он «борей при гаец», он благословил о них, как на фрукты, но ятца – он не исполнил своего долга. То есть, его благословение не засчитывается, и на самом деле здесь две ошибки. Во-первых, он не благословил, не поблагодарил Всевышнего за данную ему морковку, а во-вторых, он сказал благословение на фрукты зря. Он сказал благословение, а фруктов не съел. Так, поэтому давайте остерегаться таких ошибок. Ве-аль-кулам, и на все, и их, на все, перечисленные выше, то есть, как на плод земли морковку, так и на плод дерева яблока. Им амар шехаколь, он сказал благословение, шехаколь, это благословение, благословен. Ты, Всевышний Бог, наш Царь Вселенной, шехаколь не ебе дворо, что все существует по слову Его, в этом случае Яца Яца исполнил свой долг. Тебе попробуем разобрать, почему. Так? Если над плодами дерева произнес по ошибке благословения творящий плод земли, например, потому что он ошибся, или потому что он просто думал о чем-то своем и сказал неправильное благословение, хотя он знал, что морковка выросла в земле, да? Пардон, извините, здесь речь идет о том, что над плодами дерева он сказал творящий плод земли. Так он, допустим, не обратил внимания, что в руке он держит яблоко. Или, допустим, это какой-то плод, про который он точно не знал, является ли он плодом дерева или плодом земли. Так? Если он сказал благословение море приха аддама, в том случае, когда нужно было благословение море приха аддама, так он исполнил свой долг. Почему? Потому что в сущности плоды дерева тоже плоды земли, ведь в конце-то концов дерево тоже выросло на земле и питается оно теми полезными веществами, которые есть в земле. Это немаловажно. Отсюда мы видим, что если человек не знает, какое благословение правильно, приятдама или приаэц, да? Пусть он скажет приятдама, даже если кажется, что правильный приаэц, он все-таки исполнил свой долг. В течение долгого времени я не знал, например, как растет клюква. И я был уверен, что вряд ли это когда-то узнают, потому что мне известно было, что клюкву собирают. Собирают. Клюкву, которая растет сама по себе, растет где-то в лесу, растет на болотах, собирают и, скажем, обрабатывают или продают. Но как растет эта клюква, я знаю, что она растет не на раскидистом дереве, это-то понятно, да? Но даже маленькие кустики, если они небольшого роста, но они деревеневшие, и, скажем, от сезона к сезону, этот кустик, этот маленький ствол не отмирает, не исчезает, а в следующем сезоне на нем же вырастают новые клюквенные ягодки, да, то клюква, каким бы она была, не была незначительным деревом, все равно считается деревом. Если же клюква – это трава, как, например, клубника, да, то это приодома. Так вот, не зная этого, да, клюкву, я говорил, бурей приодома, но буквально пару лет назад я увидел, как продают рассаду клюквы, да, клюква все-таки не такой низенький куст, вот, и от него отходят такие веточки, на которых растут ягодки, да, на этих веточках ягодки вырастают и в следующий сезон тоже, поэтому, поэтому клюкву можно считать деревом, поэтому более правильное благословение приярится. Так что же получается, что в течение многих лет Брагауза и Фрона обманывали мир? Это цитата. Что же имеется, что же значит, что я ошибался в течение долгого времени? Ответ нет. Нет, потому что благословение приаэц, приа-дома относится и к тому, что выросло на дереве. Так, но если над плодами земли произнес благословение творящий плод дерева по рассеянности, по ошибке, держа в руке морковку, задумался о чем-то о своем или, допустим, уткнулся в свой мобильник, да, и чисто механически не думая, сказал благословение Брагауза и приаэц, дорогой ты мой, какой же тебе приаэц на морковку, дерево тут рядом не стояло. Это благословение ошибка, причем ошибка двойная. Первое, ты не сказал надлежащего благословения Брагауза и приаэц, так? Далее продолжает мечна, если над всеми ними, то есть и над морковкой, и над яблоком, сказал он, и тут даже сказано, даже над вином и хлебом, по какой-то ошибке произвел благословение, по слову которого возникло все, которое относится ко всему дна, это самый общий вариант благословения, постфактум, то есть Брагауза, он исполнил свой долг, он поблагодарил Всевышнего, не самым надлежащим образом, но все же делал, так? По этой причине, когда, например, маленьких детей, ну ладно, дети у них, все-таки, какая-то память есть, а вот если взрослый человек не за вот эти вот благословения, да, то на каждый, каждый раз, кушая какой-то продукт, творит благословение, шея коль, он, в конце до концов, исполняет свой долг, но, тем не менее, будет лучше, если он скажет нужное благословение каждый раз. Так, 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 Талмуд Иерушалми, Иерусалимский Талмуд сообщает, что точки зрения Раби Иосей, а где он у нас, на самом деле, он, наверное, у нас в первой главе, в первой мишне, давайте посмотрим, где у нас упоминается Раби Иосей, нет, тут Раби Иуду у нас есть, да, что-то я не понимаю, так, ну, ладно, хорошо, я-то думал, что он где-то у нас раньше упоминается, но оставим это, точка зрения Раби Иосе, более строга, нежели точка зрения этой мишны, но, очевидно, уже не в мишне, а в дальнейшем развитии мишны, которая называется геморрак, он считает, что каждый, кто меняет формулировку благословения, установленного в лицами, долг свой в отношении благословения не исполняет, то есть его мнение таково, что даже если он заменил какую-то формулировку, добавил, допустим, какое-то слово, нет, он сделал неверно, надо говорить именно так, как установлено, а вот Раби Йоханан, у него такое мнение, если над всеми ними произнес благословение Шиаколь, послово которого все исполнилось, даже в случае вина и хлеба, да, и вот такая лоха, то есть Раби Йоханан считает, что Раби Йосе говорит, вот что, если кто-то вместо благословения сказал, какой аппетитный хлеб, благословен Всевышний, создавший его, он поблагодарил Всевышнего, да, или сказал, какой прекрасный инжир, благословен Всевышний, создавший его, но тем не менее, Раби Йосе считает, так объясняет Раби Йоханан, не исполнил свой долг относительно необходимости произнести благословение, он сказал что-то, но нечто свое, не похожее на то, что сформулировали мудрецы, но если он сказал благословение, сформулированное мудрецами, которое самое общее, Шархольни и Бедворо, по слову которого возникло все, то Раби Йосе, наверное, считал бы, что он исполнил свой долг, ну, есть, правда, еще и другое объяснение от Раби Мейера, что даже если он просто каким-то образом поблагодарил Всевышнего, да, свой долг он выполнил, ну, кстати говоря, можно ли читать благословение на родном языке, а не на иврите, мы с вами говорили насчет этого, так, тем не менее, вернемся к нашей теме, значит, я снова хочу показать вам табличку, вот этот рисунок, видно его? так, что вы видите на экране? Нет, что-то я не вижу, товарищи, Сергей, здравствуйте, да, здравствуйте, Владимир, рад, что вы присоединились, так, добрый вечер, понятный секрет, вечер добрый, так, значит, вот такую картинку я в свое время сам придумал, здесь на этой картинке более четко видно отношение между благословениями, как общее и частное, вот наверху самые частные варианты, вино и хлеб, да, вино является частным случаем благословения на плод дерева, хлеб является частным случаем благословения на то, что сделано из муки, и дерево, и мука, и, наконец, самое общее благословение, самый общий случай – это шакольни и бедворо, то бишь благословение на плод дерева, так, алло, 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 так, мы видим, так, все подключены, да? Итак, мы видим, что вот нижний бокс шаколь является у нас наиболее общим случаем благословения, частный случай по отношению к нему – это приадама, земля, у этого благословения приадама два частных случая – этс и мезонод, теперь частным случаем мезонод является гефен, частным случаем мезонод является амуций хлеб, так? Когда нам может понадобиться эта картинка? Первый случай, если ты не знаешь, какая нужна браха, я держу в руке плод, который явно имеет растительное происхождение, но я не знаю, каково его произрастание, то есть это плод дерева или плод земли, то есть выбор стоит между, все видят на выделение, да? Между вот этим благословением и вот этим, приаэц и приадама, как вот было в случае, например, клюквы, так? В этом случае я говорю, благословение более общее, поскольку оно включает в себя и более частное. Но еще раз говорю, если человек знает вариант, то лучше ему сказать надлежащее благословение. Теперь, второй вариант – это то, что пишет нам Мишна. Если человек ошибся в брахе, если просто просеянности, он вместо благословения Эц сказал, благословение Адама, так? Что нам говорит Мишна? Он Яца, Яца Еда Ихова, то есть исполнил то, что Всевышний от него ожидал, хоть можно было бы это сделать и лучше, так? То же самое. Другой пример, если он сказал Шаколь на все, что не попадя, на то, к чему относится благословение. И Адама, и Эц, и даже Гефен, и даже Амуци. Так? Вот. Если он это сделал, то, в принципе, он исполнил свою обязанность. Так? И, наконец, третий вариант. Допустим, передо мной лежит морковка и яблоко. возьмем даже такой пример. Вареная картошка и, скажем, апельсин. Так? Ну, резонно, начать с картошки. Апельсин, обычно, считается десертом, да? Если я скажу благословение на картошку, при ААДама, будет это благословение относиться к апельсину? Тише-то формально, да. Так что же мне теперь? Не говорить отдельного благословения при ААЦ на апельсин. Так? Ведь вроде бы, сказав благословение при ААДама, да, я покрыл необходимость сказать благословение на апельсин. Потому что оно может относиться и к апельсину тоже. Так? Ответ на этот вопрос таков. Если, когда я говорю благословение при АДама, я имею в виду, что говорю это благословение на картошку, а на апельсин, скажу отдельно благословение при ААЦ, да, то я таки, да, должен сказать благословение при ААЦ на апельсин. Да? Но если я, например, ленивый или если я халтурщик, и вместо двух благословений хочу сказать одно благословение и благословляю при АДама, имея в виду заодно и апельсин, хоть это и не лучший способ, но я сделал то, что необходимо. Так я исполнил свою обязанность. Тем не менее, самым лучшим исполнением обязанности будет вот что. Я должен сказать благословение при АЭЦ, держа в руке апельсин, откусить или отщепнуть от него маленький кусочек, маленький настолько, хотя бы, чтобы почувствовать его вкус. Потом я говорю благословение при АДама на картошку, съедаю картошку, потом съедаю апельсин. Ну, на самом деле, вовсе не все люди считают это обязательным. Тем не менее, именно вот, когда я говорю сначала благословение наиболее частное, потом более общее, потом еще более общее, а потом еще более общее, вот это считается наилучшим способом. Некоторые так и делают. Так, мы разобрались с этой замечательной картинкой. Если хотите, я попробую вам ее, давайте ее в чат попробую вам скинуть. Если кому-то понадобится, можно ее повторить. я, правда, не знаю, как она отразится в чате. Попробую. Да, вроде бы получилось. Да. Ну, вот немножко вот здесь сбой. Вот здесь относительное печенье. Ну, ладно. Вы картинку запомнили. Так, теперь вернемся все-таки к нашей теме. Мы же с вами изучаем именно Мишну, правда? Так, Мишна, Гимел, третий параграф. Вот он. Так, читаем. Аль давар ше эйн гиду ломин га арец омер шехаколь. На такую вещь эйн означает отрицание гиду лом от слова годель гидуль годель растет гидуль произрастание минга арец из земли то есть на ту вещь которая вообще не произрастает из земли омер шехаколь говорит шехаколь но например молоко не растет из земли молоко дает допустим корова хотя корова есть траву все-таки все-таки продукт этот молоко мы получаем не из земли а от коровы поэтому благословение здесь будет такое шехаколь аль-га хомец ве-аль-га новолот ве-аль-га говай говай омер шехаколь слово хомец это означает уксус так значит слово новолот сейчас я покажу вам я его выписал сейчас я его поставлю в чат так минуточку где же оно сейчас мне надо будет его только найти в файле так ну ставлю вам в чат выписанные слова так чат у меня идет на всех да видно экран да да слова да прекрасно так хомец это уксус есть такое выражение хомец бельяин поскольку раньше уксус делали именно из вина вино которое прокисло которое скисло да и стандартно уксус имелся ввиду именно уксус винный вот хомец бельяин это уксус сделанный из вина а в переносном смысле это недостойный сын достойного отца если отец был уважаемым человеком а сын не пошел по его стопам это как вино которое испортилось и стало уксусом так второе слово которое я вам прислал наваль это от глагола вянуть увядать имеется ввиду паданцы перевод по крайней мере значит у нас именно такой над вином и над над уксусом над паданцами так что такое паданцы это плоды которые росли на дереве но не дозрели и упали с дерева так упали не созревшие тем не менее как-то в пищу их можно употреблять хотя ценность пищевая их сильно понизилась да и дальше идет вот такое слово говай говай этого слова в современном словаре я не нашел но здесь перевод имеется ввиду насекомые насекомые съедобные насекомые кошерные разрешенные в пищу ну я посмотрел по ссылке которая вот здесь указана в переводе вот она и вот что я нашел сказано в торе но такое можете есть из всех летающих насекомых ходящих на четырех у которого скоки над его ногами или другой перевод голени выше колен чтобы ими прыжками перемещаться ходить по земле имеется ввиду насекомые да которые не только летают но еще и перемещаются прыжками что это в первую очередь кузнечики саранча так вот есть виды съедобных кузнечиков точнее саранча и кузнечики она не относится к одному виду саранчу повиду его и салам повиду его и харгола повиду его и хагава повиду его вот какие перечислены существа насекомые так арбе слово арбе через алэф это мы переводим как саранча а вот эти вот виды да мы не можем идентифицировать поэтому что дает перевод он просто дает нам кальку то есть те же самые слова пишет русскими буквами какой-то вид саранчи который называется салам какой-то вид саранчи который называется харголь и какой-то вид саранчи который называется хагав да ну раз уж зашел разговор замечу что из существующих субэтнических еврейских групп я слышал что только евреи иеменские тейманим они различают между различными видами саранчи то есть они знают какой именно вид называется салам и так далее и так далее то есть они имеют традицию масорет и им по-прежнему разрешено как сказано в Торе употреблять в пищу съедобные виды саранчи что же касается остальных да мы не знаем разницы поэтому чтобы не ошибиться мы никаких кузнечиков не едим стоит об этом сожалеть естественно говоря не знаю так тем не менее о том что саранча вполне съедобна мы читаем не только в книгах по Аллахе но даже и в Торе помните вы наказание Египта саранчой так вот сказано что когда саранча по слову Всевышнего исчезла из земли египетской улетела то даже та саранча которая была засолена в банках и в бочках тоже улетела жуткая заявляющая не правда ли так то есть есть виды съедобные виды саранчи но какие из них кошерные какие не кошерные далеко не всем известно так вот в нашей мишне используется другое слово используется слово говай но перевод это кошерный вид саранчи омер шегаколь то есть здесь он говорит шегаколь а какой вопрос мы же уже разобрали что все то что не растет из земли требует логови шегаколь кузнечики не растут из земли да дело в том что мы сейчас увидим здесь о чем идет речь мишна объясняет что мы это увидим дальше так ну давайте по порядку извините я немножко тут передумал давайте читать дальше что такое халав молоко что такое глина творог или сыр что такое яйца требуется благословение шегаколь и бедворо но мы с вами разбирали в частности и вот здесь вот на картинке что это наиболее общее благословение которое относится ко всем продуктам не растительного происхождения так ну на самом деле мы можем вывести это из того что уже было сказано поэтому строго говоря в талмуде который базируется на мишне а потом к этой мишне пишет еще и объяснение расширенное объяснение которое называется гемора мишна и гемора вместе составляют талмуд так вот в талмудах эта фраза не приводится как очевидная так но дальше идет то что уже нам будет более интересно рабиуда умер рабиуда имеется ввиду рабиуда на си составитель мишны это его мнение которое сразу скажу не пошло на аллаху что все в чем содержится хоть немножко от проклятия слово клала клала это проклятие не благословляют на него и вот это то вот как раз и относится у нас к вот этому случаю кузнечики паданцы паданцы включая включая в себя некое проклятие некое недоблагословение что такое вот оно на волот хомет был у человека вино и по недосмотру скисло да я как-то пробовал делать вино и оно у меня действительно как-то скисло получилось нечто очень кислое я даже не знал куда это использовать но это было много-много лет назад так что ценнее конечно ценнее вино то есть и в этом тоже есть некое отсутствие недостата благословения а кузнечики кузнечики портят урожай так очевидно предполагается что у человека было поле и вот налетела на него саранча пожирала попортила урожай тем не менее эту саранчу он отловил да саранча съедобная саранча кошерная да и использовал ее в пищу но тем не менее в этом есть что-то от проклятия так вот по мнению раби иудов иуды которая как я уже сказал не идет на лоху не надо благословлять здесь вообще вот о чем идет разговор вот что объединяет нам эти три пункта хомет уксус паданцы и съедобную саранчу так аллаха не такова если кто-то из нас еменец и он ест саранчу он все-таки да говорит он советник ше-гак-оль так вот текст мишны параграфа номер три ну немножко у нас времени еще осталось давайте посмотрим параграф номер четыре так заметьте что пока мы говорили о благословении перед едой и питьем еще раз напомню вам что согласно торе да человек обязан благословлять перед едой а точнее пардон пардон неправильно после еды если он наелся мудрицы говорят имеется ввиду если это была полная трапеза с хлебом откуда это выводится из слов если ты наелся и действительно насытился предполагается что если ты съел нормальный кусок хлеба ты уже насытился ты должен благословить здесь не говорится о благословении перед едой о благословениях перед едой прямым текстом не говорится и не говорится о благословениях после еды без хлеба скажем если ты наелся макаронами или наелся сыром или наелся яблоками или вареной картошкой так вот о благословениях после еды у нас пока что разговора не было но мы с вами помним что они есть так параграф 6 что такое мин это вид было перед ними перед ним много различных видов еды раби иуда умер им еш бейнехем ми мин шива мебарех лав раби иуда говорит что если среди них было мимин шива из семи видов буквально он должен благословить именно на него другое мнение озвучили мудрецы пусть он скажет благословение на то что ему больше нравится во первых что это за шива шива аминин семь видов растений которыми славится земля израиля но давайте сразу же из них пока исключим два которые являются злаками а именно пшеница и ячмень я в начале сегодняшнего занятия перечислил вам пять видов злаков особых которые отличаются тем что из них можно сделать хлеб мука пшеничная или мука рожаная в идеальном случае если ее замесить на воде и поставить теплое место тесто это всходит само по себе всходит сейчас может быть такого не происходит потому что зерно мы покупаем оно прошло через элеватор и оно там прошло определенную обработку вот но не не было такого что например всходит хлеб кукурузный или хлеб ну какой еще рисовый да там такого не происходит там нет такого брожения как в случае например пшеницы так ладно значит мы отмели в сторону два из этих семи видов пшеницы и чмень так а остальные из этих пяти видов злаков являются производными от пшеницы рож и полба и от ячменя овес так хорошо и остались у нас плоды растущие на деревьях что это за плоды оливка она же маслина финик виноград инжир и гранат вот эти фрукты считаются что они особо выделены торой вот именно ими прославлена земля Израиля где это написано в торе книга дворин второзакония восьмая глава восьмой стих перечисляется что земля Израиля славится именно этим перечисляется семь видов шиват аминим из которых два это злаки и пять это фрукты но давайте остановимся на фруктах итак если человек собирается есть то что перед ним а перед ним именно плоды выросшие на деревьях да если перед ним есть разные виды плодов сколько раз он говорит благословение ответ один раз он говорит благословение и оно относится ко всем плодам которые он предполагает сейчас съесть да теперь вопрос какой именно из этих плодов он должен держать в руке чтобы сказать благословение которое будет относиться и ко всему остальному по мнению раби иуды преимущество имеют плоды из семи видов то есть допустим если среди этих плодов есть яблоки допустим апельсины персики и финики да то как бы он не относился к каждому из них благословение он должен сказать на финик поскольку финик относится к семи вот этим видам он говорит благословение на финик но относится оно ко всем плодам это мнение раби иуды другое мнение озвучили мудрецы что если ему нравятся финики и он собирается их съесть но гораздо больше ему нравится эрсик да пусть он скажет благословение на персик и оно будет относиться ко всем остальным плодам в частности и к финикам так ну дальше мы продолжим рассмотрение вот этой мешны я надеюсь через неделю я приношу извинения за техническую невязку за исчезновение трансляции посередине нашего урока и за то что вот пару раз у нас уроки не состоялись но будем надеяться что сейчас уже все установилось и каждую неделю вот по средам мы будем с вами заниматься начиная с 8.30 по израильскому мнению так если вопросов нет да на здоровье вот я откланиваюсь всего наилучшего счастливо Сергей Алена Владимир всего доброго то